Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного образования. На такую тему в Мирненском районе прошел семинар. Он собрал воспитателей из Мирненского, Ленского и Верхневилюйского районов. Два дня они делились опытом общения и воспитания малышей. Рассказывали друг другу, как привить любовь и уважение к окружающим. Знакомили с местной культурой и проводили деловые игры. Подробнее об этих уроках расскажут мои коллеги. Мы рисуем картину из России, как мы ее видим. Изображая родину так, воспитатели испытывают на себе патриотическое задание Зинаиды Комаровой. В игровой форме она представила свой проект – прививание любви к родине с малых лет. Считаю, что мы справились со своей задачей. И дети наши, наверное, если мы будем так их воспитывать, наших детей, они вырастут достойными патриотами нашей родины. Два дня воспитатели со всего региона принимали участие в семинаре. Где представлено было около 70 работ. Организовала его автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Алмазик». Тему выбрали актуальную. Мы рады, что откликнулись у нас три района. Это Сунтары, это Верхний Вилюйский и Ленский район. То есть все педагогические работники этих районов приехали поделиться своим опытом, как у них организуется, проводится эта работа в их регионах по духовному, нравственному воспитанию детей. Работы разделили на три направления. Современные подходы к нравственному воспитанию, создание условий для формирования духовных ценностей и взаимодействия с семьей. Своим опытом делились педагоги со стажем и те, кто работает недавно. Семинар был больше похож на лекции, где каждый участник был преподавателем. Мне понравилась идея, это интересно, потому что мы учимся друг у друга, узнаем что-то новое, что-то сами рассказываем, чему-то сами учим. Педагоги говорят, что в наше время, когда интернет доступен всем, личное общение и прививание духовных ценностей в семье уходит на второй план. На семинар пригласили и родители, чтобы напомнить, ребенка надо воспитывать книгами и рассказами, а не гаджетами. Елизавета Кочетова, Тимур Ширижик, телеканал «Алмазный край».